РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕВАНГЕЛИЯ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вевсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо невразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Чудесное хождение Иисуса Христа по водам Галилейского озера описано у трех евангелистов – Матфея, Марка и Иоанна. Но только лишь Марк упоминает небольшую деталь, которая побуждает посмотреть на происходившее под несколько иным углом зрения. Что же это за деталь? Евангелист пишет, что когда Иисус увидел учеников бедствующими в плавании и уже не справляющимися с сильным ветром и разбушевавшейся стихией, он подошел к ним, идя по морю. И дальше, внимание, Иисус хотел миновать их. Выглядит очень странно. Отправиться на помощь, чтобы в самый критический момент демонстративно пройти мимо. Ситуация сугубляется еще и тем, что ученики восприняли фигуру Иисуса как явление призрака, что не предвещало ничего хорошего, потому и закричали от ужаса. Но, услышав слова своего учителя, узнав его голос, они быстро успокоились, да и стихия тотчас улеглась. В Библии есть еще один эпизод, когда Бог проходит перед человеком, а именно перед Моисеем на горе Синай. Моисей выступает посредником между еврейским народом и Господом Богом. И именно здесь ему передаются десять заповедей и другие ключевые условия завета. Вот как описывается это в книге Исход. «И сошел Господь в облаке и остановился там близ Моисея и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его и возгласил «Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Тем самым Бог возобновляет завет, нарушенный изменой евреев, и свидетельствует о своей милости и прощении. Этот ключевой эпизод из книги Исход, конечно же, был хорошо известен каждому еврею. Именно поэтому евангелист Марк выстраивает свое повествование таким образом, чтобы в происходившем на Галилейском озере были узнаваемы черты схожей истории с Моисеем. И там неумолимая стихия, громы, землетрясения, небесный огонь. И здесь ситуация, выходящая из-под любого человеческого контроля. Но там Бог проходит мимо, и Моисей видит лишь след от него, потому что невозможно человеку увидеть Бога и остаться в живых, а здесь, к кричащим от страха ученикам, Бог сам направляется в лодку и остается с ними. Вот оно, самое главное, что должны усвоить читатели Евангелия. Однажды, сойдя на землю и став человеком, Бог уже никогда мимо не проходит. Даже если нас сковывает ужас от того, что творится вокруг, надо всего лишь внимательно посмотреть, а не направляется ли и к нам Христос Спаситель. Какой урок преподает нам сегодняшняя Евангелие? Это урок мужества и веры. Какие бы ни были обстоятельства в нашей жизни не надо кричать от ужаса и безысходности, потому что тот, кто ради нас захотел быть распятым, уже идет к нам на помощь. Евангелие День за днем